люди всем привет из сочи сегодня ночью же с 4 на 5 июня 2019 год вот решил на ночь глядя записать видео сейчас вот вся такая шумиха тоже в интернете идет про нападение на блогера канал который называется личное мнение почему я решил записать видео на эту тему во первых вчера мне написал один подписчик может быть еще кто-то написал я не проверял но я с ним вчера переписывался я знаю что он чеченец извини забыл как тебя зовут там не какой-то ну короче он горит чеченец у меня часто пишет да привет салам алейкум вот и он горит и смотрел видео да я это видео как раз посмотрел я подписан в коммунистическом чате там сочи за социализм и там кто-то выложил этот видос я посмотрел я практически все видосы отсматриваю которые мне присылают и честно говоря знаете как-то вот ну все как бы за чистую монету сначала воспринял да но это чеченец мне пишет а ты обратил внимание что там очень много таких моментов нестыковок там вот и тут я тоже стал задумываться на эту тему но я бы там что-то ответил по поводу вообще ситуация коррупционные в городе краснодаре которая не очень благополучно да скажем так можно сказать и наоборот эквилибристика русского языка с коррупцией в краснодаре все в порядке понимаете вот можно сказать так можно сказать всяк да а вы по русски все равно это будет утверждение значит смотрите у него 160 тысяч подписчиков мог ли он пропиариться просто я считаю что да вполне он мог пропиариться вот говорят что он там шел и значит жаловаться на потерю крови следов крови не было ребят как какие следы крови могут быть темно на улице как вы можете увидеть на значит все снято на камеру телефона где вы увидите кровь издалека на асфальте там асфальт какой-то мог в каких-то бликов каких-то блесках там темно на улице темнота понимаете вот поэтому значит вот посмотрела буду гришна да вот он что говорит буду гришна оказывается он это привет тебе буду на что он оказывается бывший сотрудник полиции как я понял вот и вот я теперь понял почему мне не его рожи то не понравилось сразу то вот понимаете вот вот она в чем вот она что михалыч вот она да вот вот не люблю бывших ментов вот хоть меня режь да кстати был у меня друг один в липецке бывший мент серёжа шейко белорус хороший парень между прочим но такие серёжа в основном хорошие ребята короче говоря буду гришна говорит я как бывший сотрудник там но не говорит чего да ну понятно что он там работал да просто них но не хочет признаваться скажи что ты бывший мент если это позор скажу что это позор если ты этим гордишься скажи я работал в полиции чуть чуть тебе значит ты либо гордись этим либо стыдись одно из двух если ты работал в полиции так скажи я работал в полиции что ты говоришь я работал в определенных органах в каких определенных органах ты работал идеи ты 10 раз повторил я говорю правду ну так скажи правду где-то работал на самом деле вот и все короче он как эксперт, со знанием дела, ну, понятно, что в ментовке работал, объясняет, что очень много вопросов вот к этому значит, Вадиму, да, смотрите, что у Вадима как бы Будда Гришна стоит под сомнение то, что Вадим мог отбиться от двух людей, да вполне элементарно мог вообще легко от двоих отбиться, можно и от троих отбиться, главное, если уметь, и понятно, что против кого, опять же, Будда Гришна говорит, что эти ребята хотели его устранить физически, то есть, они его хотели убить и если они его хотели убить, они бы его 100% убили, а так как они его не убили, значит, самого факта преступления не было, вот я с этим хочу поспорить, потому что, зачем человек убивать, его можно просто напугать, понимаете сколько было в Москве заказных убийств, ведь сначала людей, их пытаются с ними поговорить, потом, я не знаю, там перекрывают кислород, потом еще что-то, и только потом уже, если человек вообще не понимает, да, что он делает его либо сажают в тюрьму, либо его убивают, понимаете, вот и все почему я отошел от активной политической деятельности, вот я, ну я хожу на партсобрание, там, принимаю участие в жизни, там КПРФ, выступаю на митингах но никаких экстремальных этих самых я не предпринимаю, почему это нарушение закона, ребят, нарушать законы себе дороже, давайте все соблюдать законы надо уважать законы, которые написаны для всех, если там кто-то не уважает Москве, ну это их проблема так вот, я говорю, что человек, Вадима просто, есть два варианта, было это событие или не было, я считаю, что скорее всего ничего не было, почему, потому что все действительно быстро так смонтировано профессионально, и тут бац, значит собираем деньги, вот у меня уже было несколько видео про разных блогеров, это наверное уже пятый блогер, который становится моим, так сказать, фигурантом, пациентом, да, про которого я делаю я его плотно не изучал, этого Вадима, но посмотрел, как бы, несколько роликов, да значит, человек просто пиарится и сразу тоже начинает собирать деньги, понимаете вот у меня сколько, вот я брал блогеров, да рассматривал, значит, Татьяна Карацоба, Будда Гришна, Роман Солнцев, там, может еще кого-то упустил, да, вот они сразу собирают деньги, а, вот Волхонский тоже Волхонский, то есть только сбор денег вот, вот если вы видите, там, вот кучу-кучу значит, собираем деньги, там, пришлите деньги, донаты, донаты, вы у меня много видели вот такого? Нет, немного, потому что, ну, там, вот, про Алсу я поснимал, поснимал, ну, и что там, ну, прислали мне какие-то там гроши, там, несчастные, ну, я на самом деле, я не хочу хвастаться, у меня все в порядке, с деньгами вообще, с квартирами там, со всеми остальными очень, как бы, хорошая перспектива у меня в этом плане, поэтому мне, в общем-то, знаете, по большому счету, вот, поддержка, как таковая, она мне не нужна, канала потому что, знаете, ходить, побираться, дайте мне, пришлите денег, там, я куплю там новую камеру, я куплю там новый микрофон, куплю там еще что-то, блин, не знаю, если ты сидишь в новой машине, там, вещаешь, и пришлите мне деньги на донаты, ты живешь в Москве, там, да, например, вот все видео, там, половина видео из машины, из нормальной тачки, да, пришлите мне деньги на канал, ну, я не знаю, может, и на бензин еще прислать, там, на масло на какое-то, там, на автомобильное, да, так вот, короче говоря, про этого, значит, Вадима, смотрите, в Краснодаре ситуация печальная, вот, с такими делами, правда, там добиться тяжело, вообще, по Краснодарскому краю, по Краснодару, конкретно я живу в Сочи, я живу в общей сложности уже больше 10 лет, я жил здесь в 90-х, я был в Краснодаре несколько раз, в суд мы ездили, там, на судебные заседания, я знаю, там, у меня, вот, в КПРФ очень хороший адвокат, который учился в Краснодаре на юриста, на адвоката, я знаю, как процессы эти происходят все в Краснодаре и в Сочи, в частности, в общем, коррупция, ну, скажем так, выше 50%, что, это, что касается, скажем так, силовых структур и судов, наверное, вот так вот, как бы утверждать не берусь, но я просто говорю то, что передали мне, да, поэтому, когда вот кто-то начинает что-то там, какую-то правду искать, у этого человека, скорее всего, будут проблемы, вот, поэтому, это очень похоже на правду, то, что случилось с Вадимом, но, так как он это все вывернул, да, то есть, он стал звездой Ютуба, сейчас все его обсуждают, все это, конечно, смахивает на постановку, на хорошую постановку, я думаю, что этот человек действительно знает, о чем он говорит, он, наверное, был уже в подобных ситуациях, наверное, уже его били там несколько раз, скорее всего, и он просто талантливо сыграл, повторил то, что уже было с ним когда-то, вот, ну, и повторюсь, что много там вопросов, конечно, все ему задают, я просто не хочу повторяться, это как бы не очень, да, что он там, и камера у него там не дрожала, и рука у него не дрожала, и когда он шел, снимал там, ой, я сейчас умру, меня убили, там, а сам идет и там чуть ли не полчаса рассказывает, вот я иду в больницу, машины не останавливаются, но и вот мое мнение, вот если у тебя три травматических, значит, удара от пули, да, которые очень чувствительны, слава богу, меня никто никогда не стрелял, да, вот, если у тебя ножевое ранение в печень, там, если у тебя там голова чуть ли не пробита, ну, первое, что ты будешь делать, ты просто вызовешь скорую помощь, полицию, любую машину, и ты просто поедешь в больницу спасать свою жизнь, это первое, что ты сделаешь, и ты уже лежа в больнице, ты потом будешь снимать на телефон или кого-то попросишь, чтобы там тебя кто-то снял, или ты там сам себя будешь снимать и все это рассказывать, понимаете, но когда человек при смерти идет и полчаса, не жалея своего времени, не жалея крови, там, говорит, вот я сейчас, может быть, умру, да, и все равно он рассказывает, 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 как его избивали, как он там оборонялся, как он защищался, как он еле, значит, спасся, и тут же бац, с клика, чпок, и он уже стоит, значит, в гипсе вот так вот с рукой, все нормально, значит, значит, гипс сняли, там клиент уезжает, теплоход Михаил Светлов, значит, тут он. Вот примерно такая вот история, то есть, понимаете, благосфера такая вещь, вот, когда у человека больше ста тысяч подписантов, да, это как-то, знаете, настораживает, это очень сильно настораживает, и так вот думаешь, блин, откуда, вот, контент, понимаете, чем, чем человек, как бы, зацепил слушателей, да, вот, эксклюзив, не эксклюзив, накручено, не накручено, понимаете, про коррупцию сейчас много рассказов, вот у меня в КПРФ знакомый товарищ, да, Вахтанг его зовут, его многие в сочи знают, да, мы с ним познакомились, нас в один день принимали в партию, понимаете, человек ходит, снимает про на злобу дня, значит, по Сочи раз, вот сегодня я снял там про свалку, да, например, ролик, я к чему говорю, сколько у него подписчиков? У него три тысячи подписчиков, три тысячи, всего лишь навсего три тысячи, это человек, который ругается с Пахомовым на улице, это человек, которого за вопрос только к Пахомову его закрыли на пять суток, но не за сам этот вопрос, а это был просто повод, потому что, как он мне потом рассказал, его потом просто вызвали в полицию для дачи каких-то показаний, и когда он пришел, просто ему дали пять суток ареста, и он там пять дней отсидел, вот, понимаете, то есть на какое бы зло бы ты там не рассказывал, какие бы ты там жареные пареные факты бы там ужасные бы не рассказывал, но у тебя без накруток у тебя не будет, не будет сто тысяч подписчиков никогда в жизни, никогда в жизни, потому что, поверьте мне, вот сейчас вот основная аудитория в интернете, это молодежь, это молодежь, вот, я знаю, почему я малопопулярен, потому что мой контент не рассчитан на молодежь, у меня более, может быть, такая интеллектуальная какая-то, разнонаправленная, там, на спорт у меня, там, на музыку, на кино, там, еще на искусство, да, вот, а молодежи это не нужно, молодежи нужны вот приколы какие-то, знаете, кто-то там, вот, извините, ну, там, сматерился кто-то, вот, Юрий Дудь какой-нибудь, да, вот, который терпеть не могу, да, вот, молодежи нужно это, жареное, пареное, то есть, молодежь, она ни о чем не хочет задумываться, она просто хочет, значит, развлекаться, кайфовать, вот, прикалываться, да, и так далее, то есть, моя аудитория, это где-то, скажем, от 35 до и выше, да, вот, причем мне на старом канале было 80% мужчин смотрело, да, не знаю, почему, а на новом канале у меня 80% женщин, то есть, вот это благодаря Алсу, вот этому всему скандалу, да, вот, поэтому нужно четко понимать, что когда человек выкладывает ролик, блогер, да, тот же, да, то есть, какую цель он преследует, вот, если внизу ролика написано поддержите мой канал, помогите деньгами, то, ну, сразу тут, как говорится, все ясно, для чего это все делается. Я, например, делаю свой канал для того, я просто хочу быть услышанным, вот и все, потому что мне не с кем поделиться, от меня сбежали, ну, не все, наверное, жены, одна жена от меня сбежала, скажем, там, гражданская, остальных я сам бросил, да, почему, потому что они не выдержат вот такой вот, и мои интеллектуальные работы, вот у меня мозг, он требует интеллектуальной работы, мне нужен собеседник, чтобы что-то обсудить, понимаете, для меня YouTube это собеседник, вот я говорю, я получаю обратную реакцию, люди оставляют комментарии, задают вопросы там, вот, мне как бы это приятно, я нахожусь как бы в социуме, да, то есть я социализируюсь таким образом, вот, подобрал слово, то есть для меня YouTube это способ социализации, способ заявить о себе, да, в каком-то смысле, может быть, проявить какую-то общественную, скажем так, деятельность, да, но поскольку все-таки я и член КПРФ, и член избирательной комиссии на выборах Путина, у меня есть определенная гражданская позиция и по внутренней политике, и по внешней политике, поэтому я, так сказать, уже больше двух с полной лет назад я в YouTube, да, вот почему-то ни в Телеграме, ни в ВКонтакте, у меня как-то не получается никакой раскрутки, я что-то там не могу разобраться, темный лес, и что-то, мне кажется, не очень-то это все и на самом деле может быть и нужно, да, вот, поэтому, когда я жил в Москве, это было три года назад, вот в то время был очень популярен такой блогер, как Давидыч, по-моему, да, его звали, вот этот человек из грузинского происхождения, у которого отец, по-моему, тоже был каким-то крупным начальником в ментовке, вот, и этот Эрик Давидович, по-моему, да, вот, он такой выводил на чистую воду, значит, крупных чиновников, милиции, полиции города Москвы, в основном, там, гаишников, вот, я посмотрел практически все его ролики там, пока жил в Москве, значит, и вот последний ролик, который меня, ну, не то, чтобы потряс, не то, чтобы он меня поразил, да, Эрику Давидовичу даже самому было неудобно, потому что, потому что он записал телефонный разговор человека, который, но с его слов имел связь определенного рода с начальником ГАИ города Москвы, не помню там, как его звали, но не суть важна, да, вот после этого его и закрыли, понимаете, поэтому, нашли там статью какую-то, поэтому нужно четко понимать, в какой стране мы живем, понимаете, когда ругают Путина, вот, я просто опять, вот, моя любимая тема, это Путин, все познается в сравнении, ребята, потому что я могу сравнивать Путина с Брежневым, при котором я жил, да, с Ельцином, с Горбачевым, вот, со Сталином отчасти тоже, с Лениным и так далее, понимаете, сейчас очень много свободы, вот, при Сталине были закрыты границы, да, при Ленине было открыто, границы, вот, Сталин в 26-м году закрыл, в 26-м или в 29-м, закрыл, по-моему, в 26-м, закрыл границы Советского Союза, все, понимаете, на этом закончилось, вот вам свобода, никакой информации, прибрежные, никакой информации, извини, ноль информации, как-то проникали, знаете, там, через морячков, там, которые в загранку ходили, они привозили там пластинки, журналы, живач, какая-то информация шла, в газетах ничего не писали, никакой правды, если что-то, где-то какая-то катастрофа, или упал самолет, ноль по радио, ноль по телевизору, ноль в газетах, только слухи, где-то там упал самолет, и вот эти слухами, значит, питалась, как бы, вся вот общественность, да, то есть была вот такая вот жизнь, сейчас все, что происходит, мы все это видим, говорят, вот, Путин там зажимает, Да, идет там пропаганда Пропаганда была, есть и будет Она и в Америке есть пропаганда, она и в Англии есть пропаганда Она и в России тоже есть пропаганда По всем каналам Это вотчина государства Государство защищает себя так, как может Поймите вот эту вещь Что пропаганда Без нее никак Было бы глупо, если бы государство Не занималось самозащитой Самостраховкой Промываем население в том русле В котором оно видит смысл Значит, поэтому Гласность при Путине В принципе Есть в том плане, что Все, что происходит в стране Например, плохое Практически все мы знаем То есть, аварии, катастрофы Аресты, коррупции Мы знаем, что Коррупционеров арестовывают У Люкаева арестовали Губернаторов сажают, мэров сажают Бывших министров сажают Сажают, сажают Ну, это же факт Факт Посадили там Коми управляющий Да, республика Коми Забыл фамилию Там Гайзер, по-моему Потом с этого Сахалина посадили этого Хорошавина Александра Ну, это можно перечислять очень долго Поэтому Какие претензии к Путину? Ну, вот видите Мы опять заболтались Опять все приходит Как говорится На круги сваи возвращается Все обсуждаем В итоге мы Путина Да, поэтому Поверьте мне Вот, живя в той же Англии Я вот прекрасно понимал Что там тоже Гласность до определенного момента Свобода тоже до определенного момента Да, ты можешь там критиковать Там, но про королеву Ничего плохого Не вздумай ничего Про негров Ничего плохого Про какие-то меньшинства Неважно там сексуальные Или национальные Ничего плохого Говорить нельзя Это преступление Потому что Это дискриминация Это нарушение прав человека Вот, поэтому Даже если какая-то демонстрация идет Там какие-то Вот я видел Пакистанцы Вышли там Человек 50 И они идут по Лондону Их полиция охраняет Чтоб их никто не трогал Идите себе Как говорится С Богом Понимаете Это проявление Свободы выражения Ну да В России, конечно Проблемы с этим делом Ну вот такая вот у нас страна Молодое государство у нас Очень молодое Оно еще только строится Оно только встает на ноги Институты правовые у нас все еще Не отрегулированы Они до конца все еще Не отработаны До такой степени Как нужно понимать Ну а что Вы хотите Что было как в Америке В Америке сколько лет уже Больше 200 лет Наверное Как приняли Конституцию Если не ошибаюсь В 1776 году Точно не помню Да Поэтому У них прошло 200 лет Даже больше А у нас только 28 Да Как развалился Советский Союз И вот эти 10 лет Которые были при Ельцине Там Это вообще не считается Там ничего не делалось Практически Кроме того Что они рынок Пытались создать Свободный какой-то Вот Поэтому Наберитесь терпения И Мой призыв Значит Первое Кто вот Недоволен жизнью в России Я что хочу сказать Ну не голосуйте за Путина Вот и все Я тоже за Путина Ни разу не голосовал Понимаете Но большинство-то населения Голосует все равно За единую Россию Почему Да потому что Бюджетников заставляют Там заключенных Армия Все там Все институты Все значит Не знаю там Техникумы Все студенты голосуют Так как им прикажут А что вы боитесь И пойдите проголосуйте Вас же никто не проверяет Вы же не фотографируете На телефоне Это нарушение прав избирателя Почитайте закон Нет Вы все равно идете Голосуете Это первый момент Второй Начните свою жизнь Строить себя Вот Возьмите отдельно Взятую свою Вот проблему Да Которая у вас стоит И сами ее решайте Сами Работайте Зарабатывайте деньги Там не знаю Копите там Придумайте еще Какой-то заработок Поедете за границу Как я поработал Да Поезжайте в Норвегию Там в Южную Корею Поработайте Заработайте Да Пару лет заработайте На одну квартиру На вторую Вот как я делал Да Начал раскручиваться Да Вот в итоге Я после возвращения Из Англии Я вам сейчас скажу За Так начиная с 2004 года По 11 год 67 квартир Я перепродал 67 квартир